Вертолетчики Парни услышали и тут же пошли проверять гипотезу. Но проверяет гипотезу. А два парня из отряда тихонечко убегают на разведку. Им не до лоскучих собак. А вот и нет. А у тебя у самого есть собака? Московский ту интерьер маленькая такая. Она мне чуть ли не по щеколотку. Я так думаю, что здесь золотодобытчики добывают золотой запас нашей Родины. Парни услышали и тут же пошли проверять гипотезу. Хоть какие-то следы есть? Только ржавчины. Спартивный отряд тем временем тоже развлекается как умеет. ПЕСНЯ Для почетных гостей выступают местные ансамбли. А дочевать эти почетные гости будут в гостеприимном спортзале местной школы. Только утром будет вертолет, который забросит отряд на восточный берег Малого Таймыра, откуда ребята отправятся в семидневный поход до мыса Челюскин. Думая, чем скоротать бесконечный вечер полярного дня, ребята вдруг узнают, что в Хатанге есть подземный музей Мамонта и единственная в мире ледовая дамба. А какой вариант досуга выбрали бы вы на их месте? А что если узнать подробности об этом месте не у вертолетчиков, а у нашего случайного попутчика? Нет, этот с нами не летит. А вам хватит? У нас нет выбора как разделить это на всех. А ты откуда, из Москвы? Да. Так все-таки, что за место такое? Она была заброшена в советское время, а сейчас ее расконсервировали семь назад. А вот южнее Челюскино, там сейчас новые месторождения. Ну там золота достаточно много. Нашли. Добывать дорого и сложно. Логистика вот именно сложная там. О сложной логистике этот человек знает не понаслышке. Вот есть автостоп, а он сейчас возвращается к себе на работу из отпуска вертолета стопом. Вместе с нашей командой. А иначе никак. Почему-то сразу представились золотодобытчики, которые тоже голосуют на аэродроме Хатутки. Точно. А потом добираются такие до прииска и поют. Родники мои серебряные, золотые мои россыпи. А они круглые годы бывают? Или только в летом? Нет, а летом? Зимой невозможно. А тут лето когда начинается? Да год. Ну вот как бы. Год на год не приходится. Бывало и в июле мы еще у нас многоходов везде. Сейчас нам проводят экскурсию прекрасные ученики от английской школы. Дамба. Сейчас будем класть ледяную дамбу в кружку с кока-колой. Стоп-стоп, а как же подземный музей мамонта? Посмотрите на часы, коллега. Окей, будем считать, что мамонты преревновали к длинной культурной программе малых народов севера. А как же я? И закрылись до завтра. У мамонтов впереди целая вечность, в отличии от дамбы. А что с ней не так? Да все так. Она каждую зиму заливается как каток, чтобы спасти вон те корабли от острых льдин во время ледохода, которые тут в начале июня. Ну а летом дамба тает. Ну не проще ли один раз построить капитальное сооружение? Логистика тут слишком золотая. Труд всего двух человек и бесплатная вода на стройматериалы выгоднее, чем ваше предложение. Вон смотри. Так, пора перемещаться на север. У них сейчас там посадка на Челюскине. И вот перед нами самый узнаваемый объект мыса. Синий дом с шаром. А шар для чего? Внутреннего антенна. Что шар-то для чего? Чтобы не сдуло. Ветра тут очень сильные. Аллилуйя! Все наши молитвы услышаны, потому что мы наконец-то благополучно долетели до края света. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok